всем привет зрителям боевого канала сегодня обзор телевизора рекорд c275 это телевизор триуса т третьего поколения как вот выпускался в городе александров вадимирской области предположительно пускал сам восемь шестого по 90-е годы стоимость бываю 720 рублей советскими деньгами массовый телевизор и как бы ремонтировался хорошо и удобно и в ремонте был бы любые поломки и блоки питания частенько выходили из строя при перепадах напряжения и все прочее также другие углы там кадровая развертка строчной развертки конечно пульта не было на выходить переключать кнопочки настройки ну и тут настраивается набор крутилочка такая есть сама вытаскивается а там надо под депозоны там переключаем и все и настраиваем что включим посмотрим смотри малышка видишь что вытворяет глупый год ну уж нет у меня все было под контролем пока вы не объявились я тут главный я остался пошли прочь утипу сипу она пропала надо найти ее скорее заприте все двери в доме чтобы она не выбралась Принцесса, 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 дядя Спайк так волновался за тебя, пошел прочь, ты должен искать маленькую принцессу, а поцелуй и не смей говорить ни слова Телевизор выполнен модульной конструкцией, что позволяло, если отремонтировать модуль, не удавалось, то можно было поменять модуль Конструкция такая унифицированная, ряд других моделей там выпускались, телевизоры, все они начинникам, можно сказать, что их одинаковые, Там была, допустим, электрон C275, потом C276, чайка там C275, вся их конструкция у них одинаковая практически была, разными заводами так и выпускались Серийный телевизор Ремонтировались Ремонтировались Когда еще люди Начали покупать Массово Видео магнитофоны Надо было в телевизор поставить еще и Декодер Декодер пал Чтобы смотреть Видик Цветное изображение шел Если без него, то Просто видик показывал черно-белое изображение Такие декодеры были В 90-х годах Стали люди массово покупать видеомагнитофоны Когда программ мало было, смотреть нечего И стали там Массово покупать И у телемастера без работы не сидели Всегда ставили этот декодер, чтобы видик по светному смотреть Там видик Большинство было импортных Наша электроника выдавала В метровых Волнах То можно его без проблем просто подключить И все А когда уже стали там Фунаи, Акаи видеоплееры Там покупать и другие подобные Там Выход был уже дециметровым Приходилось все и СКД-24 вставлять Телевизоры Телевизоры, которые В 80-х до 90-х годов выпускались там Не было их Селектор канала Там редко были модели, которые Буква Д стояла Обычно, когда Телевизорсблочок стоял Там буква Д стояла Вот На их была неплохая Заработка Как называли вот эта сладкая парочка Неплохо тогда зарабатывали На этих вещах Установка Декодера там Соседки Посмотрим изнутри Что у нас в телевизоре Парад Довольно тяжелый Вес Парад Парад 35 кг Корпус выполнен Из ДСП Ремонтировать было удобнее, чем Иномарку Все на разъемок Раз Отсоединил Открыл У нас тут весь доступ Что-то выпаять, запаять Так Поудобнее, чем Иномарки там Вытащить надо шасси Оно там Туда-сюда вертеть его Приходилось А здесь как-то Поудобнее было ремонтность Вот у телевизора Что-то там Когда Мастера ездили На заявки Всегда имели с собой Даже и сам ездил Всегда имел с собой Кадровую В запасе Специально в чемодане Модуль питания возил Модуль светлости Возил с собой Субмодули там Радиоканала там СКМ Она почти Никогда Это очень редкость Выходила из строя Смаркап Были там случаи Выходили из строя Самое частое Это блок питания Кадровая развертка Строщная Развертка Очень удобен был в ремонте То можно было Где-то если по-быстрому Перекинуть модули Телевизор Дальше продолжал работать Посмотрим поближе Так вот этот экземпляр Телевизора 88-го года Кадровая Еще ничего не трогалось Все родное В развертке Видим Тут Какая-то Перепаивали диод Вот И тут не пропайки Были уже Тут пропаяно Уже немного Модуль светлости Здесь уже Установлен МЦ-31 Родной Здесь МЦ-2 Стоял Видать его Когда Люди Покупали видики Либо Переставили этот Модуль светлости Уже По усикам Просто Их Продавали отдельно Уже В свое время Можно было Купить декодер Ставить Можно было Также модуль Селиком купить Модуль Уже Более По свежей По тем временам Пошел уже По современному По усикам Чем МЦ-2 И вот Покупали Ставили Модуль светлости Меняли целиком Модуль радиоканала Так Посмотрим Кинескоп 61 УК-4С В поздней модели Были рекорд С-280 Там уже Кинескоп Стоял Само Сведением Уже Вот этот блок Сведения Уже Не требовался Без блока Сведения Шли Телевизоры Там Здесь Как у нас Кинескоп 61 УК-4С Уже Позднее будет 61 УК-5С На кадровой развертке Все Разные Емкости Работают Но мне Тест Пришлось заменить высохший Конденсатор Развертки И Боки Питания Тоже Пришлось Заменить Высохший поменять конденсаторы тоже высохшие были остальное еще все родное модуль цветности конечно уже мененый уже был скорее всего это уже в 90-х годах его поменяли так то ушли наши три усатые в историю уже когда 90-е пошли там уже всякие 4 усатые уже пошли вот уже и дистанционными стали делать вот три усатые наверное продержался я думаю где-то выпускаться начали там еще два усатые выпускались где-то с 85-го года по где-то 5 эта массовая модель выпускалась так то и другие были телевизоры рекорд С275 электрон С275 был чайка С275 была потом был С276 ряд других моделей был телевизоров в принципе шасси можно сказать что у всех одно и то же стояло только отличались там корпусом разные заводы производили пишите комментируйте подписывайтесь на канал ставьте лайки будут обзоры по советским телевизорам по другим будут аппараты обзоры также по ремонту плазменных телевизоров ЖК телевизоров обзоры будут до встречи по ремонту по проекту джемизоров